двое из ларца или мудл как конструктор педагогического замысла разумеется перед созданием тестов у вас как и у любого кто обучает должен быть курс в мудл с правами преподавателя а в этом курсе есть некий контент ведь вижу умеете его размещать например методом перетаскивания размещается учебный фильм или текстовый файл или презентации посмотрите на этот фильм в котором бесконечно воспроизводится этот несложный прием дизайн вашего сайта может отличаться от представленного такие фильмы вы еще не раз увидите в нашем курсе у них нет перемотки паузы и звука но зато они предельно коротко показывают один и тот же небольшой вопрос просмотрите такой нанофильм несколько раз и вы запомните его надолго но разместить контент мало вы хотите оценивать освоение вашего контента обучаемыми в идеале это собеседование например по скайпу но если количество обучаемых и объем контента такой что вы физически не успеваете всех лично опросить хотите успеть сделать другие дела а руководство постоянно хочет знать как обучаемые осваивают контент то без тестирования успеха не видать к тому же из предыдущего занятия вы поняли что определенное количество тестов за то время которым вы располагаете вы все-таки гипотетически можете создать и вас это устраивает вот теперь я как администратор сайта и тренер этого курса хочу познакомить вас с этими молодцами из ларца двумя компонентами тестирования в мудал которые будут работать вместо вас всего лишь двумя первый банк вопросов который представляет собой сгруппированные по категориям вопросы разного типа посмотрите как легко создается категория в банке вопросов вот этот порядок большую внизу банк вопроса в нем вопросы и категории мы открываем категории вот уже сколько здесь категории есть выстроена пронумеровано проименовано и мы выбираем место куда разместить верхний уровень своего курса и ввести название ну допустим вот такое название категории и нажать добавить вот и все категория добавлена вот она находится здесь внизу с ней можно сделать действие удаления корректирования перемещения вверх вниз в бок в ней 0 вопросов и я ее сейчас удалю все категории нет спасибо второе элемент тест которому прикрепляются вопросы из банка вопросов но включает разные тонкие настройки например время начала и окончания продолжительность тестирования и другие давайте добавим тест режим редактирования выберите ту точку ту секцию в которую хотите добавить тест например здесь добавить элемент или ресурс и выбрать тест можно двойным щелчком или добавить дальше ввести название теста например тест пока не рассматриваем эти все настройки сохранить и вернуться в курс здесь вы можете отредактировать тест его скрыть переместить права вот я переместил можно скрыть чтобы не видели студент назначить роли удалить отредактировать вот и все настройки сделайте это десять раз поначалу эти два молодца из ларца банк вопросов и тест не знают что им надо сделать для вас в ходе тестирования это тот кто обучает то есть вы то что вы им скажете и будет ваш педагогический замысел я приведу пример такого замысла для теста который может быть у того кто обучает первое банки вопросов создать категорию тема 1 в этой категории создать 15 вопросов по изученному материалу по теме 1 за каждый правильно отвеченный вопрос назначать по одному баллу создать все категории для всех тестов по такой же схеме второе в теме 1 создать элементы с 1 в него включить 10 случайных вопросов из 15 в банке вопросов по теме 1 шкалу оценивания за тест назначить от 0 до 5 баллов проходной балл на сдаче 3 время начала и окончания тестирования не устанавливать все вопросы показывать на одной странице после попытки ошибки не показывать число попыток не ограничено учитывать последнюю попытку последующим создавать новые тесты в новых темах по такому же принципу это один из множества вариантов педагогического замысла вы например можете решить нужно ли вам задавать ограничения на время попытки время начала и окончания тестирования показ правильных ответов или нет ваш замысел всегда учитывает ваш контент вашу цель ваши ресурсы вот и вся теория который пед дизайнер мог бы говорить несколько часов а сейчас выполните два задания как вы усвоили новую терминологию и сформулируйте свой собственный педагогический замысел на создание теста желаю вам успехов я всегда рядом